Здравствуйте, Софья! Здравствуйте! Поздравляю вас с такой неожиданной победой, признаюсь для меня. Но, насколько я помню, вы, по-моему, в свое время радовали нас своими достижениями на юниорском уровне. Потом куда-то немножко исчезли. Что случилось и вдруг откуда такое возвращение тримуфальное? Да, я брасом всю жизнь плавала, особенно на юниорском уровне, там, где вы говорили, радовала. Себя в последнее время и на юниорском-то и не радовала, и какой-то пошел спад небольшой. И потом у меня произошла травма, я один сезон пропускала. И вот два сезона назад я вернулась, вернулась сразу с третьего места на чемпионате по короткой воде. И с тех пор, ну, знаете, какой-то преодолела, что ли, порог. Это всегда так, когда делаешь что-то, на что, думал, не способен. И потом открывается второе дыхание, и поэтому мне легче теперь, мне все ровно. Я встаю на любую дистанцию, и это кайф, это прикольно и приятно. А не гонка и страх, что я проиграю. Но это бат, это не брас. Или вы батом, раньше батом плавали, или брас? Нет, я все хотела, хотела, и как-то не получалось. Знаете, когда есть такой стопроцентный вроде как брас, но на тренировках хорошо плет бат, было страшно переходить на бат. А потом, когда, так сказать, темная лошадка после травмы, никто, многие вообще думали, что все, загнулось там, никогда не выйдет. И поэтому я без страха стала заявляться на комплекс, на тот же брас. Я начала намного позже заявляться, и вот на Сальниково, на кубке Сальниково только третья стала. Первый раз браса попала. Это было в конце года, да, в декабре? Да, мне вас награждали. И батом в этот раз решила отказаться от браса чуть-чуть, даже одну дистанцию чуть-чуть помягче сплавала, чем могла бы, чтобы на бат все стопроцентно. Я на сотню тоже рассчитывала, кое-что не получилось, потренироваться еще надо. Мало было бы в батах. А вы где-то не учились? В Тюмени? Да, я тренируюсь в Тюмени. Тюмень лучше город Земли, у нас прямо в центре написано, знаете? У кого, какого тренера? Ермаченков Олег Викторович мой тренер. Я пришла к нему год назад. До этого 7 лет и все европейские первенства я прошла с Игорем Владимировичем Крутиковым. Теперь он тренер московского клуба. Ясно. А вот все-таки в Тюмени, там же не так много пловцов. Вот получается, у вас единственная чемпионка здесь по этим итогам? Я что-то не помню, у кого еще дала эта медаль? Вот именно в этом году. Чемпионка России, да, теперь единственная. Приятно. У нас сейчас подрастают ребята 2001-2002 год. И мы наконец привезли команду, просто были годы, когда мы ездили совершенно не. Ну Тюмень-то будет гордиться? Надеюсь, они вас хоть это встретят. Все-таки не так часто. А вот надеюсь. Чемпионка, у вас, по-моему, в других городах-то тоже поменьше стала чемпионом-то? Еще ни разу не встречали с цветами, знаете. Но надеюсь, в этот раз встретят меня хотя бы, хотя бы мама с папой. Какого числа-то у вас будет возрождение в Тюмень? Сегодня, нет, сегодня я улечу. И завтра, получается, у нас разница в Тюмени. Завтра утром 26-го числа. А еще у моего папы сегодня день рождения, папа с днем рождения. А это получается такой подарок папе? Да, он сказал, что ему не надо. А он знает об этом уже или нет? Да, я позвонила ему. А он смотрел? Да, он у меня мастер спорта международного класса по хоккей и прекрасно понимает, чего это смотрит. Он сам-то не удивился? То, что вы выходите. Удивился, приятно удивился. По-моему, вы удивились им всех. И даже меня. В Водиках я, на самом деле, практически меня трудно удивить. Вот. Софья, ну, я понимаю, что пока от сборной говорить рано, все-таки пока норматива нет. Но есть такая мечта, еще вернуться в сборную, ну да, самую. Конечно будет. А зачем тогда мы здесь находимся? То есть вы только начали? Ну, второе дыхание только открылось? То есть... Я думаю, тем, кто следит за мной, они знают, когда он не закрывается. То есть, и еще такой вопрос, только 50 метров в Батерфейле или все-таки будет что-то еще? Конечно будут тренироваться и на другие дистанции, все-таки 50 это, ну, отчасти лотерея. А об олимпийских дистанциях думали? Конечно, сотни, сотни. Тоже бать? Ну, на 200 нет, не замахивались. Тоже бать? То есть брас уже все? Нет, брас он тоже будет тренироваться. То есть и брас остается? Ну, а комплекс, это пока так? Сто комплекс я в призазной России иногда оказываюсь. Ну, скаутка вода, да. А это пока сложно 200 вам дать. То есть вот именно 50-100, это ваша дистанция. Да что-то как-то тренирую 200, результат не улучшается, а сотни только хуже становится. Так что, ну что? Ну, лучше, да, лучше брать 50-100, конечно. Ясно, сэк. Ну, тогда удачи вам, поддержать. Мы действительно всех порадовали. И я думаю, что это только, ну, как бы, начало вот именно вашей взрослой карьеры. И я думаю, что вы еще не раз нас порадуете своими медалями. Ну, и так же вернуться вам в сборную России, вот эту основную команду, и попытаться отобраться на Олимпийские игры. Удачи вам. Спасибо вам большое.